как часто вы ходите на ukrainian fashion week редко хожу я не могу сказать что это моя естественная среда я хожу исключительно к друзьям и очень люблю открывать для себя новые молодые имена поэтому меня сегодня заманил сюда бренд надя юркев это молодая львовская дизайнер яка начинала с львова сейчас в киеве поэтому я пришла еще бренда русин вот очень крутые они кстати одевали меня на мой клип мама река поэтому я здесь чисто вот по друзьям а вообще фэшн это круто но я больше люблю заниматься музыкой а вот поэтому фэшн тренды все это ну как бы я знаю что это существует но так для этого есть профессионалы как тебе атмосфера как тебе вот то что происходит вокруг суета постоянные блестки косметика нравится тебе это настроение честно кажучи меню дуже подобается взагалі атмосфера на фэшн вики коли постойно бігают девчата тому робите зачистку усе робите макияж зараз у меня цей показ через 30 секунд уже мені потрібно выходити а я ще якби не переодягнена ничего зі мною не все я так сказал 30 секунд 30 хвилин от и и ты спешишь думаешь уже перелаштовываешься честно кажучи мені це дуже подобается але коли я тільки-только думала про цей бизнес я думала блін це так класно коли в тебе вдевают одяг там ти ще ходишь а тобі за це платят но дійсно це дуже важко коли ти постійно на ногах я приходу на фэшн вики ну кожного дня о девятій о десятій йду о десятій годині вечера і це рада там я не знаю одного-двох показів глядя на коллекции украинских дизайнеров как ты считаешь они носибельные или больше кутюрные ну я скажу не для всех и не на каждый день но если кто то конечно же такой экстравагантный как все эти вещи то конечно же да какую роль в твоей жизни играет мода моей жизни мод играют большую роль так как я хочу связать свою жизнь модельным бизнесом и все эти показы съемки вообще модельный бизнес это моё это ваше первое сотрудничество с кем-то из дизайнеров да персонаж театр любить эксперименты и в принципі це перший раз коли ми на фэшн покази мы решили поединать театр музыку и фэшн тому це такий эксперимент але це наш перший досвід так скажите что именно нас ждет вы будете танцевать спеть или показывать что то а то тому зробили таку живу инсталяцию в одязи катерины беслик это будет перформанс мини перформанс в якому мы показываем цикличность життя и коли кожен випадает своего как бы сказать квадратов своего обмежения а он шукает себе и мы будемо спевать будемо ходить и будемо показывать просто цикличность життя ну это не танец это ну так и больше перформативный способ как тебе атмосфера fresh fashion day очень так по-новому как-то но это новый формат вот и молодые дизайнеры выставляют свои инсталляции плюс показы и то есть все это в таком движении более так открыто и доступно скажи в каком показе именно ты принимаешь сегодня участие я сегодня принимаю участие в показе у дизайнера кир хартли и мне довольно импонирует его стиль вот его одежда даже такая шутка прозвучала на примерке когда мы были я стою меня переодели и саша кугат подходит такая говорит а тебя уже переодели но смысл в смысле что не особо отличается мой стиль одежды от того дизайнера на который мы сегодня будем ходить а 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 Какая вообще атмосфера на Ukrainian Fashion Week? На Ukrainian Fashion Week дух моды, фешена, как бы все понятно. То есть куча красивых девочек, худых, стройных и самые разнообразные дизайнеры, которые, ну просто, ну я никогда не подумала, что можно вообще такое сделать. На самом деле все очень неординарно и, конечно, все, кто посещает Ukrainian Fashion Week остаются только с положительными эмоциями, потому что, ну, уйти отсюда, как бы, и чтобы тебе ничего не понравилось, это, наверное, вряд ли такое будет. Какую роль в вашей жизни играет мода? Мода уже 10 лет, и сейчас я директор модельного агентства, и мне очень важно развивать украинскую индустрию. Сейчас я в украинском, одяненном украинского дизайнера, и мне очень приятно, что есть люди, которые любят это, и любят Украину. Какой у тебя сегодня любимый образ? Ну, в принципе, оба образа, которые мне сегодня будут, мне нравятся, тем более я открываю оба показа, и, ну, я вообще тут паршажинка. С кем из дизайнеров тебе больше всего понравилось работать? Больше всего мне понравилось работать с Лилией Пустовид. Я уже не первый раз у нее работала, и пока что это моя любимая, мой любимый дизайнер. Как вам атмосфера украинского фэшн-вик? Очень пафосно. Ну, мне на самом деле не всегда комфортно на таких мероприятиях, потому что все такие красиво одеты, а тут я. Да, но пытаемся адаптироваться под ситуацию. Пытаемся соответствовать, но не сильно получается. Пока только взглядом. Как вам работы молодых дизайнеров? Ира Сажина. Интересно, да, Ира Сажина самый лучший молодой дизайнер, мы пришли к ней на показ, да, она самая лучшая. Ира, эй, все остальные молодцы, что что-то делают, вот, не ходят по подъездам, чем-то занимаются. Как вы считаете, на каком уровне находится украинская мода? Мне очень приятно, что когда наши главные редактора глянцевых изданий идут в Париже, за ними бегут фотографы и фотографируют в том, чем они одеты, от украинских дизайнеров. Субтитры сделал DimaTorzok